приветствую вас друзья меня зовут елена и вы на канале о вышивке так я вам уже показывала несколько раз в своих видео вы видели что я закончила сэмплер от лонгдог хойте тойте это был мой первый лонгдог у меня есть в процессе еще другой но там монохромная вышивка черным цветом и я поняла для себя что мне такие работы какие-то монохромные там может быть 1 2 цвета если до сэмплеры то мне скучно их вышивать я люблю яркие работы многоцветные вот и я вышила этот сэмплер спрашивала вашего мнения в телеграме о том перешить ли мне вот этих птичек значит перешить ли мне этих птичек серым или каким-то другим цветом потому что такие яркие и выделяется из всего сэмплера вот я конечно же как обычно ленюсь все это делать потому что это надо затевать все распарывать это у меня мнение то ли перешить их серыми чтобы на передний план вывести вот эту красивую центральную часть или все таки например например да ну каким-то таким темным цветом до раз уж они розовые почему бы и нет с переходами а может быть одно вышить такой другой такой почему нет там хотя с дизайн сэмплер достаточно симметричный но не во всех моментах это у меня тридцать второй каунт вышивка в две нити очень такие красивые осенние цвета я его долго вышивала видите здесь зашивки очень много и наконец-то вышила у меня работы все большие и долго вышиваю и мне кажется что в этом году у меня очень мало законченных работ так вот сегодня я планирую вам рассказать о своих планах на этот оставшийся 2022 год по вышивке и значит осталось то всего у нас два месяца это ноябрь и декабрь да и успею я наверное не так уж много но я хочу в первую очередь закончить свой сэмплер и вон ли клерк у меня уже выше там где-то в районе 47 процентов на 50 процентов вот практически вот так у меня выше то останется вот эта часть в принципе я думаю что за месяц вот за ноябрь это наверное наверное вышить реально потому что я это планирую сделать и я бы хотела закончить тоже одну свою работу которая в которой практически тоже 50 процентов уже выше то и я думаю что это можно тоже попробовать осуществить это мой гобелин набор от бося средств клубничный вор по дизайну вильяма так я забыла вильям мористы я правильно вообще говорю так прошу прощения напишу сейчас если вдруг я как-то не так ну ладно вот вышиваются видите такими толстыми шерстяными нитками это непростой процесс в том плане что жесткая основа очень портятся от этой вышивки ногти ломаются не знаю решусь я на это или нет но я попробую попробую закончить в этом году вот эту работу и значит конечно же мне обычно всегда хочется хочется обычно всегда хочется повышевать что-то новогоднее новогоднее настроение у меня часто присутствует и из новогоднего я конечно хочу сделать в этот раз несколько игрушек вот у меня есть такая вышивка мелхил это раритетные такие бисерные наборчики и вот она у меня проклеена клеевой и давно лежит я наверное сделаю или маленькую подушечку такую подвесную на елку может с какой-нибудь похромой или с кисточкой сделать или можно в принципе сделать какую-то такую конфетку да тоже было бы неплохо здесь ленточкой или чем-то затянуть пушистиками сделать тоже красивый так тоже красивый был бы вариант вот так же я начала на встрече вышивальщиц вот такую работу это наборчик мне дарила полина луна чай и вот я ее начала эту работу тоже надо ее вышить она недолго вышивается все вышивается шовчиками вышью и тоже будет игрушка на елку и вот так же значит если я и буду что-то если я успею повышевать к новому году то у меня я кстати вам не показывала я проводила прямой эфир и там рассказывала о своих запасах мы с вами перебирали и вот нашла еще одну коробочку везде знаете по ящикам что-то лежит и об этом забываешь и я нашла такую коробку где у меня тоже есть еще наборчики которые можно вышивать например вот такой значит остатки у меня есть я имею ввиду что вышивать к новому году в качестве игрушек на елку вот такие остатки это мне полина тоже присылала надо вышить сердечко нюхил наш любимый наш любимый нюхил а это я наверное начинала снеговичка поэтому у меня так лежит снеговичок смотрите ангелок это мне кто-то дарил дарил мне так ага это наверное остатки так из мелхилов таких среднего размера у меня кстати вот такая корова есть видите я ее планировала вышить на вот такой ткани не на бумаге а вот на ткань классная корова кстати и у меня есть еще мои сокровища которые я берегу как-нибудь обязательно дышью вот такой классный сэмплер кстати узнаете это сердечко может быть да это из шатулайн rose lights вот такой здесь шармик и бисер есть все есть основа все есть вот из него наверное тоже надо будет что-то новогоднее сделать какую-нибудь игрушку то есть это вот дополнительно что еще у меня есть если я хочу захочу сделать еще несколько игрушек как я обычно делаю к новому году такие вот два набора у меня были один я вышила маленький какая-то кстати вот эта limited edition даже была был набор древний древний сегодня мне пришла с wildberries вот вторая книжка из вот этой коллекции птицы и цветы эти книжки на самом деле очень красивые сами по себе хорошее у них содержание в плане того что очень много красивых картинок даже вот так я бы сказала и стоят они всего по 200 рублей на мой взгляд просто грех не купить 200 рублей и книжка шикарная с отличной печатью вот и вторую книжку я тоже решила взять потому что цена конечно смешная здесь вот очень много всяких интересных идей по вышивке просто всякая красота для вдохновения вот так так что рекомендую кто коллекционирует мне кажется 200 рублей это просто подарок мне и цветы и птицы очень понравились вот я цветы прямо в первый раз сейчас листаю ой какая красота красота можно даже реконструкцию сделать буду рассматривать сейчас из моих недавних спонтанных таких приобретений хотя я вам говорю о том что ничего не покупаю но не могла не взять потому что очень нравился мне всегда этот дизайн и была такая возможность я взяла вот такой на шепардс буш собиратель игрушек сейчас картинку вам покажу что это за дизайн очень красивый и я обещала уже девочкам я собираюсь сделать так как многие изъявили желание подбор подбор на вот этот потому что судя по тому что я здесь увидела вполне висера совсем немного дизайн достаточно большой вышивается он нитками ДМС купить лен и ДМС сейчас не проблема а вот купить такой пак достаточно сложно мне его продала Марианна Эприл Скай и она для кого-то из Англии привозила такой наборчик но девушка отказалась выкупать или там передумала или потерялась уж не знаю и его быстренько схватила я так вот здесь достаточно такие простые шармики их легко не обязательно даже выбирать именно такие можно подобрать что-то другое бисер мы с вами подберем все размерчики я дам ленточка вообще не проблема шерсть шерсть такого вы видите молочного цвета я думаю что тоже все это достать не так уж сложно а дизайн он уже по основному зашивается нитками поэтому вот эти все детали если вы замените мне кажется он ни капельки не проиграет поэтому обещаюсь вам дать и видео да видеорасклад и фоторасклад фоторасклад будет о том что здесь есть и каких оно размеров это будет все в телеграм канале поэтому подписывайтесь ну и видео конечно же вы тут все увидите я просто сейчас пока его не вскрываю потому что мне нужно дойти бы до Леонардо посмотреть подобрать бисер смысл поэтому сейчас этого нет вскрывать вот и вот как я туда попаду так вот все данные для вас будут и вы сможете тоже вышить любимый дизайн не покупая дорогой а он еще он такой маленький он очень маленький малютка просто мне казалось что он больше такой маленький но очень дорогой да и так по гирляндам я оставлю под видео ссылочку на тот пост в котором я вам рассказывала про какую лучше гирлянду купить да и на самом деле почему эту рекомендацию оставила потому что мне бы самой такая рекомендация в свое время была очень полезна потому что ты покупаешь перебираешь огромное количество гирлянд да хотя на самом деле готов например купить какую-то хорошую на все времена и вот перебираешь и наталкиваешься на какие-то не очень хорошие варианты не очень качественные часто ну и как бы естественно это все очень расточительно и не очень приятно так вот я значит заказала себе две гирлянды вот такого вот этого производителя у них кстати все гирлянды значит хорошего качества я предпочитаю гирлянды вот такого теплого да теплого света есть и холодный свет есть теплый свет есть разноцветные значит чем мне они нравятся не вот именно это я да сейчас давайте про гирлянду на елку поговорим так вот гирлянда на елку гирлянда на елку значит чем мне эти гирлянды нравятся у них очень частые светодиоды а ее достаточно незаметно на елке значит здесь есть рекомендация меньше для любой для какой высоты елки эту гирлянду можно брать на х hoe я взяла вот это вот максимум 4 с половиной метра да хотя у меня елка метр восемьдесят пять но у меня есть гирлянда на метр восемьдесят пять но мне кажется что ее маловато В принципе, даже в отзывах я на зоне посмотрела, там многие пишут о том, что берите с запасом, то есть если у вас елка 1,85 метра, то не берите гирлянду на 1,85 метра, а берите на размер больше, например, у нее есть разных размеров, длина метровка есть. Значит, чем она мне очень нравится? Во-первых, она выключается спустя какой-то, видите, таймер, спустя 6 часов, соответственно, мы частенько нашу гирлянду оставляли включенной, уходили куда-нибудь на прогулку или из дома, и она сама выключалась. Или можно на ночь оставлять, она горит-горит, ты засыпаешь, в какой-то момент она уже сама там отключилась. Очень удобно и безопасно. Во-вторых, отличное качество. Вот этот приятный вот такой вот теплый, здесь просто картинка немножко другая, да? Вот такой вот теплый, приятный желтый свет. Мне кажется, это очень стильно. Несколько режимов там на кнопочку на контроль для режима, и она различными сценариями играет. Там и плавный перелив, и полностью включенная, она постоянная, сама там как-то работает. И вот я взяла максималку на свою 1,85 метра елку. Не знаю, возможно, это будет сетчатка моя наша, не выдержит. Может быть, выдержит, и будет очень красиво. Опять же, увидите тоже в моих следующих видео, когда мы начнем наряжать наши елки. Собираюсь в этом году, кстати, снова пораньше ее нарядить. Я как-то привыкла. За предыдущие годы, за пандемию, да, все хотели побыстрее как-то, ну, улучшить себе настроение, побыстрее, чтобы год закончился, да, и стало лучше. Но уже это вошло в традицию, и поэтому в этом году я тоже наряжу пораньше елку, наверное, где-то в начале декабря, да. Вот, и я люблю вообще все эти новогодние праздники, люблю наряжать елку, и люблю, чтобы она подольше нас радовала. Вот, значит, взяла себе вот такую гирлянду, вот видите, 40 метров максималку. Посмотрим, как это выглядит. Ту гирлянду я, наверное, на работу. А там у меня на 700 светодиодов, и вот прямо она на метр восемьдесят пять идет. Ой, на елку высотой метр восемьдесят пять, которая у меня уже есть. И вот такую еще взяла гирлянду. Она такая, такими вот этими росинками-капельками, тоже на елку, потому что у меня есть небольшая елочка из океи, такая пластика, буквально высотой там сантиметров пятьдесят, по-моему, она. Вот, и мне хотелось бы, чтобы она тоже так пышно, ярко горела, поэтому я взяла вот эту. Она такая проволочная, она проволочная, причем фишка этой гирлянды, вот именно этой, значит, в том, что она стыкуемая. То есть вот она вообще идет максимально шесть метров, да, одна в длину. Но вы можете купить еще, и у вас будет там двенадцать метров и более, потому что она между собой стыкуется. Также у нее есть контроллер с кнопочкой. Кто-то мне спрашивал, насколько они там гудят, вот эти трансформаторы. Не знаю, у меня, возможно, скорее всего, если у кого-то и гудит трансформатор, то это, ну вот эта часть блочок, да, это, скорее всего, какая-то неисправность, просто не поленитесь и возьмите и замените вашу гирлянду, если она у вас издает какие-то звуки. Меня бы это точно напрягало, и я бы не сказала вам о том, что это хорошая гирлянда, потому что это, конечно, большой минус, вот эти шумовые все вещи. Они не полезны для здоровья человека, это неприятно, это раздражает. Вот, значит, вот такая гирлянда, еще взяла, попробую. У нее тоже несколько режимов, она по-разному мерцает. Ну вот, смотрите, да, капельки. И отлично, я думаю, будет это все выглядеть. Ну вот, на мой взгляд, это самые сейчас стильные, самые классные и качественные гирлянды. Поэтому не тратьте свое время, свои деньги на покупку каких-то недорогих и большого количества гирлянд. Купите сразу хорошие, которые вам долго прослужат, которые будут стильно, качественно выглядеть. Особенно, если у вас какая-то красивая елка, то зачем, зачем тратить? А это тоже, давайте сейчас покажу. У меня вот небольшой штатив, поэтому не очень... Вот, видите, какая она. Вот такая. Ну, потом, когда будем мерцать, покажу сейчас. Если достать это все, 40 метров, представьте. Я тут вся ее обмотаюсь. Так, да. Так, вышиваю я свой французский сэмплер. И смотрите, значит, вышила я лошадку, да, она такая какая-то розовая. А здесь вот, смотрите, какие цвета. Ну, опять же, я вышиваю DMC, да, а здесь, да, она, да, ну, во-первых, это превью оригинальная, да, сэмплера, который, который нашли. И, конечно, нитки шелк французский, он по цветам частенько отличается от ДМС. Вот, пошла я сейчас, наверное, найду какую-то рыжеватую ниточку, вот, чтобы моя лошадка хоть немножко приблизилась к тому, что на превью. Потому что, конечно, она такой розовый, она все хорошо, мне, в принципе, все нравится, но лошадка выглядит не очень, да. Перешивать не буду, причем я сверху пройдусь полукрестиком, рыжей ниткой и сглажу вот этот вот странный цвет. Так, ну и вот мой любимый процесс на сегодня. Сэмплер яркий, французский. Я еще не видела, чтобы кто-то его до конца вышел. Может быть, в Instagram кто-то уже и вышел, но я в Instagram последнее время редко смотрю. А если я и захожу, то пока еще не видела, что полностью кто-то вышел этот дизайн. Вот, смотрите, я где-то тут на середине нахожусь. Значит, мы разговаривали с девочками о том, что, да, здесь резкие переходы, но я, в принципе, спокойна. То есть, может быть, какие-то немножко страшноватые такие, да, из-за того, что резкие переходы, странные цвета. Но этот дизайн, это же реконструкция старинного сэмплера, которые вышили очень-очень давно. В том, ну, в частности, в 1905 году вот этот сэмплер обозначен, да, что он 1905 года. Соответственно, тогда именно из-за нехватки каких-то цветов, это сейчас мы имеем на разнообразие. А тогда вышивали тем, что есть, тем, что имеется. И, конечно же, вот это все, оно так и было. Поэтому, исходя из того, что это все-таки старинный сэмплер, я отношусь к этому абсолютно спокойно. Еще меня спрашивали о том, что не хотите ли вы здесь, вот именно в этом сэмплере, поменять какие-то надписи, цифры на что-то более значимое. Смотрите, я не хочу в этом сэмплере менять, я его вышиваю именно как реконструкцию. Вот некоторые сэмплеры, мне кажется, они и не подразумевают, чтобы их вышивали, как-то там изменяли надписи. Конечно, это, в принципе, реально. Без проблем это можно сделать, можно тут что-то такое написать. Но этот сэмплер по своим сюжетам, он, ну, никак не перекликается со мной, с моей жизнью. Он мне просто очень нравится своими цветами, своей яркостью, тем, что это французский сэмплер. Я французских еще не вышивала сэмплеров. Поэтому я совершенно никогда даже и не думала, у меня такой мысли не было, поэтому я вам сейчас об этом и говорю. Даже мысли такой не было о том, чтобы здесь что-то поменять, что-то переделать. Вообще, вот, такие сэмплеры, я считаю, менять и переделывать совершенно не надо. Это вот так и обозначает, что это реконструкция старинного сэмплера. И именно этим и цена эта картинка, этот дизайн. Поэтому все будет как здесь. Ну, возможно, единственное, что я где-то, как обычно я это делаю, и я подпишу там, что это вышивала я и в каком году я вышивала. Вот это, на самом деле, полезно, потому что вышитых работ очень много. Так что советую подписывать хотя бы годом, там, месяцем, ну, какими-то данными своей работы, потому что интересно вспомнить, когда ты это вышивал. Особенно, если вышиваешь много и работ очень много. Вот здесь я, вот, видите, прошлась сверху полукрестиком и изменила цвет лошадки, потому что ниточки DMC, они часто отличаются от того ключа, который дается нам в шелке. Ну, я его вышиваю в DMC на сороковом каунте. Сейчас вышиваю его с удовольствием огромным. Значит, мне эта схема не нравится тем, что она очень мелкая. Вот смотрите. Вообще, ну, нормально тут видно, конечно, но все-таки мелковато, цветов здесь очень много, смена нитей часто. И, конечно, этот дизайн я рекомендовала бы вышивать по саге. Вот сейчас я вышиваю по саге, и это просто у меня идеальный процесс. Мне удобно, мне нравится. Я спокойно могу смотреть при нем и какие-то видео, какие-то сериалы под него. Очень удобно. Вот для таких как раз многоцветных дизайнов. Сага просто идеальный вариант. Вот. Ну и, как я уже вам говорила в начале видео, значит, хочу этот дизайн закончить, раз уж он у меня по большей части был, значит, и клубничного вора. Я бы попыталась закончить. Если нет, если клубничный вор не впишется в мою программу, значит, закончить бы этот сэмплер, да, до Нового года. И какие-то сделать одну-две игрушечки на елку, и было бы неплохо. Вот так вот очень реалистично в последнее время я рассуждаю о вышивке. Раньше я могла бы вам наговорить о том, что 10 процессов я вышью до конца года. Ну, это нереально, это нереально. А вот это очень реально. Это реальный план. И очень надеюсь, что у меня получится. Так, ну и, друзья, я хотела вас пригласить, для тех, кто еще не подписан, подписаться на мой телеграм-канал. Почему, я объясню. Потому что там, значит, почему-то YouTube, да, в последнее время, на самом деле, давненько уже запомнила, но как-то уже привыкла, привыкаешь в какой-то момент, и уже не осознаешь, что надо этот момент отметить. YouTube немножечко, как-то он не подгружает иногда превью, какие-то картинки в сообществе. Почему-то я заметила, да, несколько раз пыталась какие-то посты разместить в сообществе в YouTube. Там, где можно письменные посты разместить, да, и он почему-то не дает. То есть то видео не дает вставить, то картинку, там еще что-то. И поэтому вот такой весь контент, который был ранее у нас, значит, в Инстаграме, который ранее был в сообществе YouTube, я его публикую в Telegram. Также там есть у меня очень много видео. Таких они более, знаете, личные, такие кусочки из жизни. Я решила их, из них делать какие-то, ну, скажем так, влоги жизненные, да, свои. Просто это даже в большей степени, знаете, делается не на... не для зрителей каких-то там, да, потому что все-таки те, кто на меня подписан, они больше приходят за вышивальным контентом. Это я понимаю прекрасно. А в большей степени для себя, потому что я иногда, да, я пересматриваю свои видео, и чаще я пересматриваю не вышивальные как раз, а именно те события, которые вот... просто моя жизнь, да, там, встречи с друзьями, где мы гуляем, как там, что это было. Вот, таким образом я сохраняю свои воспоминания, и, естественно, по большей части они такие атмосферные, счастливые воспоминания. Конечно же, зачем, да, такой контент, не очень... неугодный контент, скажем так, записывать. Вот, из них я делаю какие-то влоги и размещаю чаще всего доступ по ссылке. Иногда сначала даю общий доступ, там, кто любит, кто смотрит, он посмотрит. Вот, а кто хочет посмотреть, и вы, допустим, не нашли это видео, то вот в Телеграме как раз ссылки все даны, и можно посмотреть это видео абсолютно открыто по ссылке. Такие бонусные видео, значит, есть. Также в режиме онлайн я что-то там периодически показываю, выпускаю, потому что это такой блог-дневник, да. Вот мне даже недавно, кстати, задали вопрос под последним, одним из последних видео о том, как мы вообще совмещаем рукоделие и там какие-то бытовые домашние дела. Тоже интересно, у меня, кстати, есть такая идея, может быть, вы поддержите и тоже решите поучаствовать, о том, чтобы снять какой-то там один день вышивальщицы, да, один мой день. Раньше в журнале была такая рубрика, и просто люди, каждый показывал просто свой день, там буквально по часам, да, сверялись, как вот у него проходит такой день. Поэтому было бы интересно, наверное, я начну и сниму в понедельник, я попробую, постараюсь. В понедельник, какой-то один из будних дней, да, давайте так, можно еще будет снять, наверное, если кому интересно, выходной. Но выходной, ну не знаю, да, посмотрим. Так вот, наверное, попробую снять один будний день, такой стандартный. Каждый день у меня, в принципе, аналогично проходит, поэтому будет, наверное, интересно понять, где и что, на какое время у меня на что уходит. Вот. И я заметила не только под своим видео, но и под видео некоторых других блогеров, многие комментируют о том, что, ну вот зачем вы такой какой-то оптимистичный контент вообще постите, что он как кусок сладкого торта, хотя вкусный вроде как, да, но в горло, так сказать, не лезет. Ну, смотрите, ну, я просто не помню, чтобы вообще хоть кто-то, да, какой-то негативный контент на вышивальных каналах снимал. Плюс к тому, что такие воспоминания какие-то в основном все равно позитивные, да, чаще всего снимаешь, когда ты в хорошем настроении, и, естественно, все эти кусочки, они формируются именно исходя из этого. Да, кому он нужен, кому нужны какие-то там негативные. Если вы вообще пришли на вышивальный канал, вы, скорее всего, пришли за каким-то позитивным контентом, да, то есть вот чего вы, собственно, ожидаете увидеть. Если вы смотрите новости там какие-то, да, то тогда, пожалуйста, таких каналов очень много, я сама такие смотрю, периодически слежу. Вот тут, видите, наверное, вы хотели одного, да, а зачем-то пошли сюда для того, чтобы написать о том, что чего-то вы другого ждете, ожидаете, да. Ну и мой совет, может быть, мой рецепт, это для себя я пользую, да, для тех людей, которые, вот, конечно, каждый контент, да, он воспринимается, исходя из настроения зрителя. Там книга также, да, читатель, который читает, он вообще, у него своя история в голове. Писатель писал одно, читатель прочитал другое, там что-то для себя выделил, аналогично с видеоконтентом. Зачем приходить, как бы, с плохим настроением, да. Мой рецепт от плохого настроения, вообще, это максимально говорить жизни, да, по всем направлениям. Там, кто первый на уборку листьев в парке, я, кто первый на вышивальную встречу, говорите, я, кто первый участвует в каком-нибудь интересном мероприятии, говорите, я, участвуйте, занимайте себя максимально, для того, чтобы не переживать, да, детокс новостей устраивайте, в конце концов, чтобы, ну, потому что зачем, зачем всё это вбирать в себя, зачем? В любом случае, ваша жизнь продолжается, и загонять в себя в какое-то плохое настроение, и потом транслировать это, да, где-то там по всем каналам, на которые вы попали, при том, что зачем вы тогда пошли на канал, где ожидаемо вы получите, конечно же, позитивный контент. Вот. Поэтому максимально участвуйте, говорите жизни да, и она вам ответит тем же. Это гарантирую. Стоит просто попробовать, и вы это почувствуете. Поэтому я желаю вам только хорошего настроения, вдохновения на вышивку, вдохновения на жизнь, на приятные жизненные события. Вот. Каждый это всё создаёт сам, и попробуйте, как говорится, и вы насытить свою жизнь какими-то позитивными моментами. Вот. Там же вы встретите людей, которые также посмотрите на них, как они, как они вообще проводят своё время. Вот. Это всё затягивает, я уверяю. Один-два раза вы скажете да, каким-то интересным мероприятиям, и круговорот событий закрутит вас в этом позитивном ключе. Желаю вам хорошего настроения. Всем пока-пока. Тёплой вам осени. До встречи. Так, вот здесь вот со двора вторая дверь вот эта. И вниз надо в тапки обуться, спуститься, например, его забрать, если ты его пораньше заберешь. Недостатка позитива День сменяется на тучи Всё так несправедливо Я и есть тот самый случай, Что на лице моём Написано от ада я Печаль, тоска, вот это да Влюбись тогда, твердят друзья И в понедельник встать с той ноги Свожу на нет всё по привычке А как там интересно у других Тоже всё позитивное в кавычки Пора бы улыбаться нам не только на фото У природы тоже есть плохая погода И всё не так уж плохо, как может казаться Пора бы всем почаще просто так улыбаться Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»